Если вы едете на теплоходе, считайте, что вам повезло. Ведь бывает и так, что вместить всех желающих сюда транспортной компании просто не могут. Повезло на этот раз и нашей съемочной группе. Мой коллега Олег Итанзейский преодолел все особенности водного круиза по Ненецке. Двигатель теплохода работает на средних оборотах. Все показатели в норме. Топленный бак заполнен до краев. Его объем 3000 литров. Этого хватит на несколько сотен километров. Пустозерск держит курс на северо-запад Ненецкого округа. Отправная точка на Рейнмар. Впереди несколько остановок. Макарова, Оксина, Хангурей и Каменка. Конечный пункт одной из старейших сел региона. Виска. Путь предстоит долгий. Несколько часов. Пассажиры, впрочем, здесь терпеливые. Привыкли. С собой все необходимое. Еда, газеты и теплые вещи. Этим людям, кстати, сегодня повезло. В салоне остались свободные места. Значит, можно провести купленное в городе хозяйство. Вот теплоход причаливает к Оксина. Часть пассажиров спускается на берег. Впереди еще 60 километров. Скорость теплохода не больше 15 километров в час. Из Наринмара до Великовисочного он добирается примерно за 8 часов. Столько же времени летит самолет из Москвы в Нью-Йорк. Но пассажиры теплохода на неудобства не жалуются. Вы только посмотрите, какой кругом пейзаж. Печора и бескрайняя Ненецкая тундра. Кстати, комаров здесь нету. Дмитрий Шальков на теплоходах ходит не часто. Максимум два раза в год. На этот раз сопровождает свою сестру. Недавно ей сделали операцию. За билет пенсионер не платил. Он ветеран труда, поэтому ему положен бесплатный проезд. Тем, кто не претендует на данную льготу, чтобы получить билет, зачастую нужно простоять многочасовую очередь. В итоге на борт попадают не все. Вчера я сам убедился. Хотела попасть в виску. Она с виски. Не могла. А быстроходный там еще немного людей берет. Все осталось. И, наверное, не поехала, потому что сегодня ее нету. А вчера она не попала. Наверное, осталось. Настроение испортилось себе, как говорится. Всем это не нравится. Вместимость Пустозерска всего 38 человек. Однако желающих попасть на теплоход гораздо больше. Но больше не берут. 38 человек посадочные и все. Это большое нарушение. Раньше больше двигатель работал. Чаще ходили. Были по 6 рейсов. Мы ходили вверх только на Лабожское. А сейчас года 3 уже как сделали. Два рейса только. В понедельник до Тошвистки мы идем. И четверг до Лабожска и обратно. Федор Чернега, капитан Пустозерска, с его основания. Теплоход собирали в Белоруссии. Там же Юрия Россихина и Исавей. То есть, по сути, все три пассажирских судна – это близнецы. Один завод-изготовитель, один год выпуска, одинаковые технические возможности. Этот теплоход младше меня всего на два года, а мне 23. Для пассажирского судна возраст уже преклонный. Они плавают максимум 25 лет, затем их ждет списание. Но личный состав уверен – Пустозерск прослужит дольше положенного. Ведь его делали, что называется, на совесть. Последние несколько лет за навигацию Пустозерск нарабатывает около тысячи часов. Раньше этот показатель превышал в разе. Теперь не позволяет возраст. А списание теплохода речью пока не идет. Менять не на что. Из года в год обращают быстроходные, а откуда они? Нету. Северная транспортная компания, которой принадлежат пассажирские теплоходы, ждут подкрепления. Новое судно уже куплено, однако, когда оно выйдет в первый рейс – неизвестно. Современный катер до сих пор не зарегистрирован, но и он не решит проблему окончательно. Поэтому пассажирам и дальше придется бороться за заветное место на стареньком теплоходе. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.